Ваше Преосвященство, досточтимые отцы, братья и сёстры. Сегодня нашу встречу я бы хотела начать цитатой из воспоминаний митрополита Днепровского и Павлоградского Иринея. «Святитель притягивает нас своей архипастерской мудростью, молитвенным духом, словом, житием своим. Его жизненный подвиг пробуждает к покаянию и назидает. Надо учиться на таких примерах и благодарить Бога, что Он открывает нам некоторые фрагменты из жизни святых людей». Эти строки относятся к митрополиту Алматинскому и Казахстанскому Иосифу Чернову, о жизни которого мы и продолжаем цикл наших встреч. На протяжении 15 лет своего служения на Алматинской кафедре митрополит Иосиф совершал частые поездки по приходам своей обширной епархии. Особенно любил владыка Иосиф ездить в Караганду, жители которой платили ему взаимной любовью. Так, например, женщины кидали ему под ноги свои платки, фартуки, кофты, чтобы только ступила на них нога святителя. Обычно владыка приезжал в Караганду на престольные праздники, например, в храм Рождества Пресвятой Богородицы. Этот храм был основан преподобным архимандритом Севастьяном Карагандинским, наследником оптинских отцов. Церковная жизнь в храме была устроена по оптинскому уставу. Вот что пишет в своих воспоминаниях архимандрит Троицы Сергея Улара Макарий Веретенников. «Я был подростком, и мне очень запомнился один эпизод. Начало литургии, духовенство вышло навстречу архиерея. Когда владыка Иосиф зашел в храм, его начали облачать в архиерейскую мантию, и он идет по амбону. Владыка с трудом ходил, потому что, когда он был в заключении и работал на лесоповале, он отморозил ноги, да и кости у него были перебитые. Так вот, владыку митрополита поддерживал и помогал ему идти старец-архимандрит Севастьян. Шествуя к амбону, владыка говорит нараспев, «Отец-архимандрит меня ведет». Хотелось бы уделить пару минут житию этого блаженного старца-архимандрита Севастьяна в имена, который был благодатной лозой оптинского винограда. Блаженный старец-архимандрит Севастьян при крещении Стефан родился в 1884 году в Орловской губернии. Когда Стефану было 4 года, родители возили его к старцу Амбросию в Оптину пустынь. Он навсегда запомнил это посещение и ласковые глаза благодатного старца. После смерти родителей в семье осталось 3 брата, один из них, Роман, в 15 лет ушел в Оптину пустынь. По примеру своего брата, Стефан также хотел уйти в монастырь, но старший брат его не отпускал, так как сам он был не в силах справиться с обработкой земли. Заветная мечта Стефана исполнилась спустя несколько лет, и он поступает послушником в Анно-Притеченский скит и становится сначала келейником старца Иосифа, а потом старца Нектария Тихонова. Причем уже тогда старец Нектарий говорил о своем келейнике, юном Стефане. Вы, если что, у него спрашивайте. Он-то у нас прозорлив. Находясь при старце Иосифе, Стефан обрел в нем великого духовного наставника. Он вспоминал о том времени. Жили мы, еще один келейник, со старцем Иосифом, как с родным отцом. Вместе с ним молились, вместе кушали, вместе читали и слушали его наставления. В 1917 году Стефан пострижен в мантию с именем Севастьян. После революции Октяна была закрыта, церковные службы прекратились, и монахи постепенно стали выселяться из монастыря. Батюшка Севастьян рассказывал о том времени. «Было у меня такое испытание. Когда меня принуждали отречься от православной веры, то поставили в одной рясе на всю ночь на мороз и стражу приставили. Страж заменялось. Через каждые два часа, а я бессменно стоял на одном месте. Но, Матерь Божия, опустила на меня такой шалашик, чтобы мне было в нем тепло. Утром меня повели на допрос и говорят, ну, коль ты не отрекся от Христа, так иди в тюрьму». И посадили на семь лет. Срок отбывания он проходил в Карагандинском лагере, куда позже приехали его духовные чадо. Монахини Феврония, Варвара. Они купили недалеко от лагеря небольшой дом. Старец Севастьян говорил, «В Казахстане люди душевные, сознательные, хлебнувшие горе. Так что, дорогие мои, будем жить здесь. Здесь больше пользы принесем. Здесь наша вторая Родина». И после освобождения старства в 1939 году стала образовываться небольшая община с маленьким храмом. Сюда стали съезжаться монашествующие миряне и все, ищущие духовного руководства. Отец Севастьян был очень деликатным и тактичным человеком. Часто плакал, принимая исповедь своих чад. Известно также, что и святейший патриарх Алексей I очень желал видеть старца Севастьяна и беседовать с ним. В 1964 году, ко дню своего ангела, отец Севастьян был награжден архиерейским посоком. Награда, примеров не имеющая. Перед своей смертью в 1966 году архимандрит Севастьян был пострижен в схему к митрополитам Петеримом Извековым, будущим патриархом московским в Сеаруси. В августе 2002 года преподобный старец Севастьян Карагандинский внесен в собор новомочников и исповедников российских для общецерковного почитания. Рака с его мощами находится в Свято-Виденском соборе города Караганды. Подробнее о житии с хиархимандрита Севастьяна можно прочитать в книге Королевой «Живой воды. Несекаемый источник». Продолжая наши рассказы о микрополите Иосифе, нужно отметить, что он приобрел большой авторитет не только у простых верующих казахстанцев, но и у руководителей республики, которые порой в сложных обстоятельствах приезжали к нему за помощью и советом. Так в июле 1973 года Алма-Ате угрожала опасность селевого потока, и уполномоченный Степан Романович Вахменин приехал к ладыке. «Иван Михайлович, — говорит уполномоченный владыке, — у нас вот такая ситуация критическая. Так вы там, ну, там, походатайствуете? Не сказал, помолитесь, но походатайствуете». Архимандрит Наума Свято-Троицкой Сергеевой Лавры об этом же событии вспоминает так. В Алма-Ате была очень большая жара, при которой в горах стали таять воды. В большом алматинском ущелье была широкая дамба. Высокие гости из Москвы на вертолетах поднимали над дамбой, откуда было видно, как огромные ледяные горные глыбы толщиной десятки и сотни метров спускались с высот. Миллионы кубометров воды накопились у плотины, и земля начала уже пропитываться влагой. И вал дамба вот-вот могла не выдержать, и вода с огромной скоростью должна была хлынуть по ущелью в город. Но владыка Иосиф слезно молился. «Да отведет Господь наказание людей за их идолослужение и богоборство, ибо не ведают они, что творят». Особенно просил святителя Николая помочь. Владыка говорил, что приезжали к нему два генерала и спрашивали, что делать, ведь город может быть весь разрушен. Владыка успокоил генерала и сказал, «Беды не будет». Мне Николай Угодник поведал, молитву вашей на земле и на небе принял Бог, и беды не будет. Укрепились начальники города духом, организовали контроль над ситуацией, стали перебрасывать по воздуху бажи, насосы и перекачать воду в речку. И по молитвам церкви жара стала также спадать, льды перестали таять, и катастрофа миновала. Когда Владыка Иосиф приезжал к старцу Севастьяну, то также он общался со старыми благодатными монахинями, которые прошли через лагеря и теперь жили при церкви под духовным руководством архимандрида Севастьяна. Среди матушек особо выделялись своими благодатными дарованиями две подвижницы нашего времени – монахиня Агния Стародубцева и схемонахиня Анастасия Шевеленко. Жизнь старицы Агния была с самого начала чудом Божиим, ведь она родилась слепой. Но когда родители привезли ее к мощам святителя Митрофана Воронежского, она вдруг прозрела и стала хорошо видеть. Она воспитывалась позже при Знаменно-Сухотинской обители, где была хорошая иконописная школа. Первым духовником будущей старицы стал преподобный в Арсенофе Оптинске. Своего будущего старца Севастьяна Каргандинского матушка встретила в Оптине, когда он был еще послушником Стефаном. После того, как монастырь был разрушен, матушка Агния велась в китайческую жизнь и претерпела множество скорби и унижений. Все она перенесла со смирением и протостью, и у матушки Агнии был дар прозорливости. В 1952 году она приехала в общину к старцу Севастьяну, где занималась иконописью и украшала своими иконами карагандинские храмы. Для владыки Иосифа матушка Агния написала несколько икон, в частности, икону великомученика Иакова Персиянина. У владыки Иосифа была частица его мощей. Почитал владыку и матушку Анастасию, которая несла подвиг юродства. Она сама 18 лет ушла из дома и начала вести странический образ жизни. Ночевала в поле, в стоге сена и даже в собачьих будках. Преподобный Антоний Оптинский благословил девушку идти в монастырь. Матушка Анастасия познакомилась со старцем Севастьяном, когда он был послушником у преподобного Нектария Оптинского. В Караганду матушка Анастасия приехала в 40-е годы по приглашению старца, и не раз она помогала нуждающимся, пряча свое юродство за простыми словами. В последнем посещении Караганды митрополитом Иосифом летом 1975 года мать Анастасия сказала ему на прощание, «Ладыка, больше не увидимся». Эти слова оказались для него пророческими. Продолжая свои воспоминания, архимандрит Макарий Веретенников пишет, что он запомнил и был поражен благоговильным молитвенным служением Владыки Иосифа и его своеобразными проповедями. Отрывок одной из этих проповедей мы зачитаем. «Братья и сестры, поздравляем вас с сегодняшним храмовым праздником в честь Царицы Небесной». Царица Небесная в мир пришла, как утренняя звездочка, возвещавшая, что вот-вот будет восход Солнца Иисуса Христа. Рождение Царицы Небесной подобно настоящей утренней звезде. И в Священном Писании это воспоминается. Она предшествовала вечному Солнцу, пришедшему в мир, Иисусу Христу, вечному теплу, вечному свету и вечной жизни. Как без Солнца жизни на планете не могло быть, так и без воплощения Сына Божия. Все бы замерзло на разуме, и сердце было бы замкнуто на большой замок, и не могло бы иметь красоты и лучезарности, и тепла христианства. Величаем Царицу Небесную, чтобы она приняла во внимание нашу любовь к ней, хотя и холодно наше сердце, оно чаще бывает холоднее разума холодного. Чтобы Царица Небесная учла наше посещение храма, чтобы учла наш труд, чтобы она учла все наши движения, и хотя недостатки сердца нашего – не дифферентность, холодность, а может быть и враждебность – и покрыла бы нас своим омофором. Надо быть благоговенными, послушными Господу Богу, Его Церкви, и быть снисходительными, и быть с уважением, и с некоторым послушанием законным к Матери нашей Церкви и Отцам нашим. Молимся, чтобы граждане земли российской жили в мире, в покое спали бы ночью отдыхали, и чтобы в их кладовых не иссякала ни пшеница, ни елей, ни вино. Об этом помолимся к Царице Небесной, чтобы она управила жизнью нашей земной, которая есть поприще и ковер, посыпанный кому цветами мягкими, кому розами, шипами, а кому ничего, но путь грядущий в Царство Небесное, где, по словам Иисуса Христа, апостол Петр стоит с золотыми ключами, хотя аллегорическими, и будет Петр открывать тем, кто признал величайшего Учителя Иисуса Христа, Творца мира и человека, кто принял Царицу Небесную, как честнейший Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, и кто благоговейно уважал Церковь, уважал духовенство, и не забывал того, что духовенство из такого же теста, что и вы, но с большими правами, и в кармане с ключами. Эта аллегория, она очень реальна и всем понятна. Да будет же мир в ваших сердцах, братья и сестры. Желаем вам молитвенного здравия. Желаем Караганде свести и быть такой же богатой, как она сегодня. Аминь. Владыка любил Караганду и ее жителей. Хотелось бы сказать несколько исторических фактов. Когда началась Великой Отечественной война, Казахстан принял около полутора миллионов человек из России. В республику было перебазировано более 300 заводов. Русские казахи отчтут память своих предков, отчтут общую историю, помнят великую победу и подвиг своих отцов. Узбекистан, нужно сказать, тоже принял тогда детей около 200 тысяч. Это были дети-сироты, и практически все они были приняты в семьи и воспитывались там как родные. Люди, знавшие Владыку Иосифа, вспоминали, что все его поступки были благоразумные, мудрые, а советы прозорливыми. Однако прозорливость свою Владыка часто скрывал, и однажды одной из своих собеседниц говорил так. Знаешь, мать, говорят, что Владыка прозорливый, а я ведь же не прозорлив. Вот бывало, придет старушка, сидит и болтает, болтает, да она 10 раз про себя все расскажет, перескажет, а потом в заключение решит, Владыка, вы прозорлив. А я же все из-за ее слов ей говорю. Владыка мог на один и тот же вопрос разным людям ответить по-разному. Например, приходила к нему однажды женщина-казашка брать благословение на лечение травами. Я, говорит, Владыка, травами лечу, благословите. И Владыка благословил. А другая пришла старая казашка-мусульманка и спрашивает, не знает ли старшемула Алматы, то есть Владыка, о старухе-снахарке, которая смогла бы вылечить ее сына. Я ей рекомендовал, сказал Владыка, законную медицину, которой прибегаю сам и имею пользу. Мне восьмой десяток уже идет. Я, бабок, никаких не знал и борюсь с ними, давая здравые советы тем больным, с которыми в жизни приходится встречаться. Владыка Иосиф уводил свою пасту от решения острых политических и социальных задач, убеждая слушателей, что в мире нет ничего лучше Христа и нужно чаще собираться в верующем месте, в тесном союзе, поддерживать церковь земную, спасать не только верующих, но и неверующих и не стремиться угождать людям. Для нас Бог как бы с неба послал кусочек рая, чудесного Алмату, говорил он. Будем трудиться, какие плоды земля нам дает. Будем молиться, детей воспитывать, за весь мир молиться, милосердие ко всем проявлять. Однажды к Владыке зашел бандит. Он позвонил, старого матушка Ольга открыла, на пороге стоит огромный исполин. Он отодвинул ее в сторону, пошел в келю к Владыке, схватил его, стал душить и требовать деньги. Владыка говорит, милый, можешь меня обыскать, но у меня денег нет, я бедный архиерей, у меня ничего нет, я живу подаянием, хотя у меня большая епархия, я многим помогаю, но сам я бедный. Если вы мне поверите, отпустите, не делайте мне никакого зла и вреда. Бандит смягчился и сказал, ну ладно, отец, отпустил его и ушел. Однако с тех пор двери в его доме стали закрываться. Хотелось бы с вами также поделиться воспоминаниями архимандрита Иосифа Пустоутова из отдела внешней церковной связи Московской патриархии, настоятеля православных приходов в Германию. Мое детство, вспоминает отец архимандрит, пришлось на послевоенные годы. В храм я ходил тайком, потому что родители мои были против. Так однажды на Пасху меня закрыли дома, и чтобы попасть на службу, я выбранул из окна. Разразился грандиозный скандал, подключили к решению этой проблемы моего дядю, занимавшего высокий пост в Комитете государственной безопасности Казахской Республики. Я не знала, как мне быть и что делать. В этот трудный момент мне помог совет удивительного человека, митрополита Иосифа. Он прекрасно понял ситуацию и порекомендовал мне некоторое время действительно не ходить в храм, пока все не уляжется. Система госбезопасности владыка был знаком не понаслышке. Свою верность в церкви он засвидетельствовал двадцатью годами, проведенными в лагерях и ссылках. Однажды, в канун Пасхи, подойдя к собору, я увел кордоном в милиции. Храм был весь оцеплен. Молодежь и людей с детьми на пасхальную службу не пропускали. Тогда я пошел домой к митрополиту Иосифу, владыка, что делать? И владыка попросил своего водителя, Захара Ивановича, привезти меня в храм в багажнике архиерейской машины. Так я и въехал внутрь из церковной ограды. Захар Иванович был человеком опытным, остановился у самой алтарной стены, так, чтобы багажник оказался около служебного входа. Машину стали как бы разгружать, а я незаметно вылез и прошел в храм. В гости к владыке я ходил по предварительному звонку. Всякий раз владыка давал мне стопочку монет, завернутых в бумагу, как в сберкассе. Это тебе на звонки. Владыка прекрасно понимал, что церкви необходимо молодое поколение и много времени уделял молодежи. Владыка любил классическую музыку, и моим послушанием было покупать для него пластинки в магазине «Мелодия». А еще я покупал владыке разные книги. Слушая музыку или читая книгу, владыка имел обыкновение записывать на полях или на конвертах пластинок свои мысли. Также владыка посоветовал мне, чтобы я сначала получил высшее светское образование, хотя я и не хотел, и поступал на романское отделение Института иностранных языков в Алма-Ате. Я думаю, что он предвидел путь моего дальнейшего служения в церкви, где высшее светское образование и знание языков мне очень пригодилось. Когда я учился в Институте, Владыка Иосиф давал мне мудрые советы по предмету научный атеизм, который был для меня самым ужасным предметом. Он говорил, «Знаешь, не надо погрешать против истины. Когда отвечаешь, предвори свой ответ словами. В учебнике сказано, что преподаватель же не спросит твое личное мнение о этом предмете». В итоге на экзамене я получил пятерку. Правда, потом, когда я поступила уже в семинарию, задним числом пошли проверки от некоторых структур, и они узнали, что в Институте преподавал у меня такой преподаватель атеизм. У меня была оценка отличная. Ну, правда, конечно, учителя после этого лишили работы. Митрополит Осип принадлежал к числу тех святителей, которые, невзирая на гонения, оставались верными русской православной церкви, не уходили ни в какие расковы. Он шел тем же путем, который избрал для себя святейший патриарх Тихон и сотню других исповедников, которые не отреклись и не предали Христа. Он умел радоваться, очень любил цветы, которые называл остатками рая на земле. И еще своими воспоминаниями о владыке делился протерей Иоанн Кравченко из города Гусь-Хрустальный. Он писал, «Я, когда был студентом Московской духовной семинарии, старец Наум благословил меня съездить в Алмату к владыке Иосифу. Для меня было важно получить правильный совет, который я намеревался исполнить. Я прилетел к владыке в 23 часа ночи. Он посмотрел на меня внимательно и спросил, «Ну, что, приехал? Владыка, у меня есть определенные проблемы, и отец Наум прислал к вам, чтобы их разрешить». «Да?» посмотрел на часы. «Ну что же, тогда мы с тобой до часу ночи сегодня будем разговаривать». Его простота тогда очень меня удивила. На второй день я был вместе с Владыкой на богослужении в Кафедральном соборе. Мне запомнилось, как он говорил проповедь, очень просто, с определенным юродством и с назиданием в одно и то же время. Когда владыка вошел в алтарь после проповеди, он посмотрел на меня и спросил, «Проповедь слышал?» «Да, владыка, слышал. Так вот, запомни, мне так говорить можно, а тебе нельзя». Меня он благословил наступление в брак. Мне понравилось его рассуждение на эту тему. «Не понимаю я молодых людей, которые стремятся к монашеству, острик принимают подвиг на себя берут, а потом выясняется, они, видишь ли, ошиблись, не на свою дорогу встали, не тот путь выбрали. Ведь это же неправильно. Сначала должна быть благочестивая жизнь, а острик – это потом. И не надо никогда давать обещания, чтобы потом их не выполнить. Надо без обещаний трудиться перед Богом. И потом, в жизни я, знаете, не раз убеждался в правоте слов владыки, в его суждении по этому вопросу. Из многих вообще рассказов, которые мне довело слышать от владыки Иосифа, я запомнил один, который относился к его пребыванию в степях Казахстана, когда он находился там в начале 50-х годов. Владыка Иосиф рассказывает, «Когда я был в ссылке, меня заставляли работать на валах, пахать землю и перевозить грузы. А поскольку летом в степи полило солнце и волов бежалостно кусали оводы и прочие насекомые, то управлять валами было практически невозможно. И если мы подъезжали к какому-нибудь водоему, валы заскакивали в воду, прятались от этих насекомых и выгнать их из воды было невозможно. Кроме меня на этих валах работали и другие заключенные, которые в таком случае, грубо ругались, били валов и валы их очень боялись. Но я не мог ругаться и бить животных. Поэтому, когда валы заходили в воду, я садился на берегу, сначала немножко ждал, пока они в этой воде передохнут, а потом говорил им, «Дорогие, милые волики, выходите, надо работать, нам ведь пайку-то не дадут, мы ведь с вами с голоду здесь помрем». И, как рассказывал Владыка, валы подчинялись ему, сами выходили из воды, и они ехали работать. Этот рассказ Владыки такое хорошее впечатление на меня произвел, я, слушая его, про себя думал, вот, пожалуйста, так в раю человек жил до грехопадения, в мире, в гармонии с животным миром, нарекал имена, все ему подчинялось. И здесь, когда человек, приобретая такую святость, возвращается к первобытному состоянию Адама, он понимает состояние этих животных, и они его понимают, и ему подчиняются. Мне, как будущему священнику, Владыка не назойливо давал всякие назидания. Вот он сидит и размышляет. Вы знаете, я не понимаю тех священников, которые, приходя на приход, сразу начинают менять весь церковный совет, разгоняют людей, которые до них там были собраны. Ведь это нехорошо, так не поступает. Ведь задача-то наша, обязанность священника, вести людей ко спасению, разогнать, это что? А вот потерпеть их, наставить, научить, вот это дело великое. Сидели мы как-то вечером у него в келье, и раздается телефонный звонок. Звонила недовольная жена священника, которого Владыка перевел на новый приход. Владыка поднял трубку. Да-да, да, слушаю вас, матушка, слушаю. Что? Что говорите? Климат вам не подходит на новом месте? Не подходит, не подходит климат. Матушка, я вы знаете вам, что скажу? Самый хороший климат, который вам подходит, это на кладбище, матушка, на кладбище. Вот этот климат подходит. Вот такой был с матушкой разговор. Помню, я еще разговаривал с одним молодым человеком, священником уже, который увлекается старчеством. И так он увлекся, что сам прямо в старца хотел записаться. Я ему сказал, отец, ты меня прости. Я видел старца, и поэтому в старца не рвусь. Это даже немножко смешно и несерьезно. Потому что, когда встречаешься с такими людьми, как митрополит Иосиф, то ясно видишь и понимаешь, что вот для нас столб и утверждение истины, правила веры, образ кротости. И я благодарен Богу, что мне удалось пообщаться с митрополитом Иосифом. И я молюсь за него, и думаю, что и он за нас молится. На этом нашу сегодняшнюю встречу мы заканчиваем. Благодарю сердечно за внимание. Матушка, благодарю вас. Вот там, где тволами владыка возил воду, это, по-моему, Кудук Чикаловского района, если я не ошибаюсь. Там буквально километров 20 от этого места в 30 яро сам родился, Так что он в тех краях и подвязался. Читатская область. Ну вот, хотел на нескольких моментах заострить внимание наше. Вы, малышка, сказали, что владыка старался не заниматься социально-экономическими вопросами, да, или политическими, как вы сказали. Вот на эту тему как раз, знаете, сейчас по интернету гуляет видео, говоря, что это запрещенная проповедь и прочее. Был один священник, он недавно скончался, наверное, может быть, недельку назад, на Кипре служил, сам русский, на Кипре служил. Он очень поддерживал бывшего схиегубина Сергия Николая Романова и тоже учил про коронавирус и прочее. И вот есть его проповедь, вот эта запретная проповедь, Андрей Алешин его зовут, камень вместо хлеба называется. Я хочу обратить внимание отцов, я чуть-чуть включу, наверное, будет микрофон слышно сейчас, и побивали своих врагов и ретиков камнями. Мы видим это и в наше время. И когда люди говорят, что, знаете, нужно приходить сейчас в церкви, говорить вот на евангельские темы, о том, как спасти душу людей, не надо затрагивать вот то, что сейчас происходит в мире, не надо дискуссии, разводить, что хорошо вакцинироваться, плохо вакцинироваться, хорошо принимать тесты, плохо принимать тесты, не надо об этом вообще говорить, надо вот говорить на евангельские темы. На евангельские темы вам разрешается говорить, а на неевангельские темы, на темы жизни, на темы, в каком обществе и в каком мире пребывает сейчас в церковь и пребывают православные христиане, вы не можете об этом говорить. Но тогда мы вспоминаем с вами именно евангельские слова, которые сказаны в Евангелии от Матфея, где Господь говорит очень ясно и очень четко. Если сын к тебе пришел и попросил у тебя хлеба, разве дашь ты ему камень? Если православные христиане и в том числе твои чады духовные, мужчины и женщины, сыновья и дочери приходят к священнику и задают ему вопросы о этой жизни, и они хотят, мы хотим хлеба, мы жаждуем, мы алчим правды, а священник говорит, я дам вам камень. Но пусть даже не камень. Вот какая подмена понятий лукавая. Он говорит так, что сейчас, ну, видимо, имея священное началье в виду, что нам говорят, надо проповедовать на евангельские темы, и это назвал камнем. Люди, говорят, жаждут про прививки и про вакцины, про QR-коды, хлеба жаждут, а вы им про Евангелие камень подаете. Вот видите, насколько неправильный дух у этого батюшки ныне покойного, дай Бог, чтобы он как-то спасся, там, митарство прошел. И он говорит так, отцы проповедуют из Евангелия, а они хотят слово «жизнь». Ну, Евангелие – это и есть слово «жизнь». Поэтому я вот написал в нашем благочине, в Йейском, чтобы, отцы, не ловитесь на такие вот проповеди, они такого характера протестного, но, по сути, отвлекают внимание человека от духовной жизни на вот эти приходящие проблемы. Поэтому вот мне понравилось, что вы сегодня про это сказали. Тогда тоже было много проблем, поверьте. Тогда комитетчики были, тогда были, как их звать, да, комитет по делам религии, тогда и КГБ было. И проблем много было. Видите, заставляли изучать вот этот марсилленинизм и атеизм. Но Владыка проповедовал по Евангелии. И это для нас, для всех священников, это важно. Пожалуйста, не поддаваясь на вот эти вот соблазны. И вот особенно вот этот бедный портерей Андрей Алешин назвал евангельское учение, назвал камнем, а слово «коронавирус» и в QR-кодах, и вакцинах назвал хлебом. Ну, все с ног на голову. Дальше. Вы говорили еще, очень важно, что Владыка занимался воспитанием молодежи, зная, что церкви нужны кадры. Но вот представляете, насколько было сложно тогда работать с молодежью. Все было под контролем. Учеников комсомольцы не пускали в храмы. За любым юношей, который присутствовал на службе или в алтаре еще прислуживал, сразу было особое наблюдение. Запрещалось им поступать в семинарии. Особенно кто с высшим образованием. Вообще их старались не пускать в семинарии. И вот, тем не менее, Владыка занимался, старался заниматься. Для нас это пример. Сейчас не настолько сложно детям, юношам ходить в храмы. Ну, даже никто, в общем-то, не отпугивает молодежь. Но нам с вами надо усердно изыскивать людей, способных к службе, к богослужению, к несению креста священнического. И вкладывать это самое лучшее вложение именно в таких людей. Как говорит священное Писание, «Если извлечешь честное из недостудового, как уста мои будешь». Поэтому призываю всех пастырей, пожалуйста, осмотритесь. Если есть дети, юноши, способные к священническому служению, то привлекайте. Сами будьте примером для них, чтобы они пожелали быть такими же, как и мы. И еще мне понравилось относительно чисто архиерейских дел, как Владыка говорит священнику, что не понимают тех отцов, новых настоятелей, которые стараются разогнать всех. Он говорит, разогнать это не сложно, а вот собрать, созидать сложнее. Действительно, бывает, приходит человек новый на место, и давай всех менять поголовно и противопоставлять себя сотрудникам прихода. Ни в коем случае это не надо делать. Конечно, бывает явно, особенно в то время были от комитета, даже от КГБ представлены люди, которые вредили церкви. Но и эту ситуацию нужно вымолить. Нужно ее выстрадать. Нужно молиться за этих людей, кротко беседовать с ними. И стараться, вот вам предстоят, конечно, вот сейчас еще приходские собрания, и бывают на приходах непростые ситуации, когда проблема возникла и разногласия возникли. Так вот, проводить собрание таким образом, не так, что есть я и вы противники, нет, есть мы с вами, и есть проблема, надо ее решать. И так, очень священник должен быть миротворцем. Вокруг него должна быть все-таки доброта. Если есть разногласия такое, и не приходите к одному, ну, значит, скажите, ну, давайте тогда сейчас помолимся какое-то время с Божьей помощью. Можно раздать молительное правило и сказать, давайте как Богу угодно, не как мы хотим, а как Богу угодно. Потом очень важно еще посоветоваться с другими, более оптимыми, священниками, можно с архиереем. И даже если священник не совсем вам ответит, как нужно решить проблему, но даже за это обращение, за проявление кротости, смирение Господь сам разрешит эту приходскую проблему. И старайтесь быть именно миротворцем, носить такой мирный дух. Ни с кем не ссориться, ни с кем не ругаться. Ну, я говорю, это вымаливается. Иногда мир на приходе, он вымаливается. Помните, вот матушка еще рассказывала, как Владыка Иосифа только-только приехал в Алма-Ату. Там такой был раскол. Были на приходе два архимандрита, и две партии создались. Хотели, чтобы каждая партия своего архимандрита на кафедру возвести. И препятствовали ему, новому митрополиту, въехать, но он тогда не был митрополитом еще, новому архиерею алматинскую, въехать в собор. Препятствовали. Он говорит, ну хорошо, тогда мы сделаем его требным собором, а будем, в кафедральном будет другой собор. Те испугались, все общины, прибежали и сделали дорогу из цветов. И, пожалуйста, Владыка, приезжайте, пусть будет этот храм в нашей кафедральной. И все, он потихонечку-потихонечку вымолил эту ситуацию, и Господь все поправил. Потому что некоторые наши вопросы, православные, приказки, не решаются, по-комсомольски или по-профсоюзному, по-депутатски не решаются. Посмотрите, как проходил первый собор апостольский. Было очень серьезное противостояние и очень серьезное... Два разных мнения. Заставлять ли принимать обрезание новых христиан. Иудейская была довольно сильная партия. И как решалось? Даже не голосовать. Обсудили все, и потом объединились, изволясь этому духу, и нам изложили. Вот так, знаете, я хочу поделиться. Вы-то не бываете, на архиерейских соборах бывает какая-то проблема, и высказываются владыки. Бывают очень разные точки зрения высказываются, примерно противоположные где-то. Но потом обсуждение идет, но потом такое единство. И вот все понимают, вот точно вот так вот, воля Божья. Там, по-моему, тоже есть голосование, но практически никогда такого разделения нет. И не сказать, что там не дают высказать, или что заставляют как-то голосовать. Нет. Но вот молитва общая, столько архиереев, и правильное введение, все как-то вот к единству, все располагает. Поэтому и на приходе должно быть так же. Желаю вам, отцы дорогие, набираться опыта, всегда искренне молиться, таким вот святым, как Иосиф Чернов, и чтобы у нас на приходах, нашей епархии, благочинник, все было по воле Божией. И чтобы жизнь была у нас с избытком, чтобы мы с другими еще делились. Божьей помощи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Благословите, Владислав. Благословите, Владислав. Благословите.